Врез больницы на улице Московска нефрологическое отделение расширено и теперь оно называется отделением нефрологии и гемодиализа. Здесь установлено 27 аппаратов искусственной почки. Центр способен принимать на лечение 40 человек в сутки. Помощь могут получить здесь также пациенты с ограниченными возможностями здоровья. Центр открыт на условиях частного государственного партнерства. Частные инвестиции составили 5 миллионов евро. Утверждают специалисты, говорят о том, что оборудование, несмотря на моральную старость, в рабочем состоянии, дышит, работает, достойно уже. Это знак особого старания тех, кто работает здесь. Но одновременно, конечно, вчерашний день мы с вами понимаем. Гемодиализ – метод внепочечного очищения крови при острой и хронической почечной недостаточности. Если участковый терапевт обнаружил у больного проблемы с почками, то назначается консультация врача-нефролога. Гемодиализ – это пожизненная и необходимая поддерживающая процедура, которую нужно проходить два раза в неделю. Во-первых, гемодиализ – это пожизненные показания, это та процедура, которая требуется людям в тот момент, когда у них перестают работать почки. И каждый человек, у которого перестали работать почки, он вынужден три раза в неделю ходить в подобные центры, для того, чтобы жить до того момента, пока ему либо не пройдет трансплантация почки, либо он, так сказать, далее. Ну, то есть, непродолжительно. Наша задача какая? Наша задача, наша компания – организовать качественный уровень жизни пациентов, находящихся на этой тяжелой такой процедуре, чтобы пациент был социально адаптивным и чувствовал себя качественно. Пациенты будут получать эту процедуру на бесплатной основе. Для больных созданы все необходимые условия. Эта работа была начата еще в 2014 году по поручению главы республики, то есть в общем и целом развития государственного частного партнерства в здравоохранении и конкретно в области гемодиализа и почечных больных. Потому что вот это направление государственного частного партнерства наиболее развито в Российской Федерации. Поэтому было принято решение, начало привлечение дополнительных инвестиций. И из нескольких предложений выбрано именно от организации, которая называется «Нифросовет». Здесь внедрен аппаратно-программный комплекс «Максимус». Главным отличительным признаком программы является ее аналитическая функция, направленная на оптимизацию процесса лечения пациента. Голосовая система с использованием индивидуальной электронной медицинской карты позволяет больному самостоятельно пройти первичный осмотр. Система также позволяет проводить онлайн-конференции и советоваться с врачами из других областей. Аналогичные проекты нефрологического совета уже успешно действуют в Воронежской, Ивановской, Костромской, Кемеровской, Кировской и других областях. А теперь и в Туве.